Всем привет! Сейчас быстро расскажу, как украсть идол Сильвануса без последствий, какие он даёт бонусы, а также как правильно закрыть квест ворюшке Мол, похитить священного идола. Поехали! Начинается всё с того, что в изумрудной роще мы, двигаясь по сюжету, встречаем первого задействованного в квесте персонажа по имени Дони, который всё время молчит и куда-то постоянно пялится, и сразу пропадает из виду, как только мы решаем посмотреть, чего интересного он там увидел. Если пройти проверку на внимание, рассказчик подскажет нам, что Молой скрылся где-то среди камней, и успешная попытка расследования это покажет. Однако, в сущности, ничего нам это не даст, ибо проход всё равно заперт, ведь вором мы его не можем, а где находится рычаг пока не знаем. После, например, долгого отдыха, парнишка снова появляется на том же месте, где сначала, пройдя проверку проницательности, мы поймём, что он показывал, будто он что-то открывает, а после, пройдя ещё одну любую на выбор из проверок, и вовсе обнаружим тот сам рычаг, открывающий потайной проход. Молой бежит, а мы можем последовать за ним. Не расстраивайтесь, если провалили все проверки. Чуть позже у вас появится возможность попасть внутрь без каких-либо сложностей. Двигаемся дальше. Если проход обнаружен и открыт, то не всё так просто. Внизу, в убежище юных воришек, всем заправляет козявка Мол, которая не захочет с нами ни о чём говорить, и поднимет тревогу, чтобы вся местная шелупоня разбегалась по разным углам. А если её окончательно достать, то вообще побежит и пожалуются стражи. Мол, мы детишек избиваем, и тогда уже нам придётся отбрехиваться, что это не так, но даже при успешном диалоге, мол, больше не захочет с нами ни о чём говорить, и не выдаст нам искомый квест. А для того, чтобы она начала таки с нами нормально общаться, нужно сначала помочь одному из её соучастников, где, наверное, самым быстрым способом будет спасение девчули Арабеллы, девочки местной пары тифлингов, которые выдают нам квест на её спасение, после просмотра соответствующей кат-сценки. Ка, кстати, решила вперёд батьки свистнуть идола и забрать всю репутацию себе, но спалилась и попала в плен друидам. Берёмся помочь и направляемся к этим самым друидам на разборку. Также у нас третька сцена, где друиды как раз решают, как поступить девчули, и где мы путём нехитрых манипуляций, выбирая проверки с бонусами и стараемся их пройти, уговариваем таким образом дуридку Кагу отпустить девочку. Эта самая Кага, кстати, ещё сыграет важную роль в осуществлении нашего плана, но об этом чуть позже. Девочка спасена, а мы бежим поговорить с её родителями и убедиться, что эта хрень больше не повторится. В качестве благодарности за спасение Малой нам подарит бесполезный амулет медальон Камиры, но куда более интересный для нас момент, как это то, что Мал прознает о спасении девочки и станет таки с нами разговаривать, почувствовав, что на нас можно положиться. Из разговора с ней мы узнаем, что Мелюзгас собирается валить во ворота Балдура, о формировании новой гильдии воришек с ней в главной роли и о том, что она пистец как хочет отомстить друидам, обидевшим малютку Арабеллу, тащив их любимого идола прямо у них из-под носа и толкнув его, будучи в город, из-за хорошей бабосики, на что и выдаёт нам соответствующий квест. Можно, кстати, будет ещё вложиться в её бизнес на стадии развития, мол, потом окупится это дело, когда мы доберёмся на город. Но мы тут не за этим, нам нужен был именно квест. Ещё как вариант попасть в логово юных предпринимателей, это пройдя от круга друидов наверх, в направлении места, где мы можем на халяву получить навык игры на музыкальных инструментах, ролик о получении которого уже есть у меня на канале, сейчас сверху улетит подсказка о нём, вернуть налево и пройдя на мелодичное пение, увидев мальца Миркона, очарованного прекрасной мелодией, пребывающего в полном экстазе. Сразу понятно, что происходит какая-то замануха и скрывается она с появлением гарпий, подмоняющей мелодию которых может попасть и наша группа. Голос, конечно, красивый, но крылатые хотели мальца гладеть до костей, а мы как-то против насилия с детьми, поэтому и насилуем гарпий в разных позах, после смерти которых, очнувшись от экстаза, малой поблагодарит нас и расскажет, что состоит в местной банде. И если другому карапузу по имени Донни сказать пароль, то тот откроет нам к ней доступ. С этим самым Донни мы уже встречались в начале, и если вам тогда не удалось таки его раскусить, то сейчас он вам всё покажет сам, стоит только принести ему пароль, который узнали. И малой, без доли сомнения, Кинс нам показывает, где находится вход. Мол, уже будет в курсе вашего подвига, по спасению мальца из когтей-чаек с сиськами, и как в случае со спасением Марбеллы, предложат вам работёнку спереть идол. Также, кстати, сюда ведёт ещё один квест. Если вы, пройдя чуть дальше Донни, купитесь на уловки пары начинающих воришек Матиса и Сильфи, где один завлекает вас различными фокусами и заговаривает зубы, а после попытки прикупить у него артефактов, под которые замаскированы всякие мусорные безделушки, другой почищает ваши карманы. Если у воришек получится, то вам выйдут квест на возвращение собственных пожитков, а если вам таки удастся пройти необходимые проверки, то вы сможете поймать Сильфи с поличным, надавить на него как следует, и тот сольёт вам их хитрообный план по обчистке карманов прохожих. Правда, после этого юный барыга Матис больше не станет с вами торговать. Видимо, обидится, что вы не такой лох, как остальные. Но вернёмся к идолу. И тут не всё так просто, как кажется. Поскольку идёт обряд, который затеяла уже известная нам друидка Кага, пребывающая в роще за старшего ввиду отсутствия друида Хельсина или Хельсина, то любые попытки украсть идол, даже если вам удастся это сделать незаметно, например, кинув на вашего воришку заклинание облака тумана, будут считаться преступлением и развязыванием войны между тифлингами и друидами рощи. Вас, кстати, поймают с поличным, и придётся вам либо перебить всех друидов, либо перезагружаться и думать что-то ещё. Хотя разгадка приходит в голову сама, когда вы соберёте все квесты рощи и выставите среди них логическую цепочку, в которой правильное закрытие одних квестов будет давать доступ к правильному закрытию других. Если в этой игре вообще применимо слово «правильно», поскольку только вы вольны в выборе, как поступать и кого убивать. Никто не запрещает вам перерезать и друидов, и тифлингов, например. Так вот, если вы всё же захотите спереть идол без печальных последствий и кровопролития, то сначала вам необходимо завершить один из двух взаимосвязанных квестов с друидкой Кагой, а точнее квест под названием «Собрать сведения о Каге» для мирного решения проблемы или квест «Убить Кагу» для решения проблемы путём частичного кровопролития. Тут выбор исключительно за вами, исходя из отыгрываем вами роли. Так или иначе, завершение этих квестов придёт к тому, что друиды оставят в потуге закончить обряд, ведь в нём уже не будет надобность, поскольку напряжённая обстановка между друидами и тифлингами будет снята, и вторым будет разрешено остаться в роче сколько угодно. Тут на сцене и появляемся мы. И спокойненько, спрятавшись от лишних глаз, например, всё тем же заклинанием облака тумана, присваиваем себе идола и быстренько сваливаем, пока нас не спалили. Или же можно, например, отвлечь внимание окружающих друидов своей игрой на музыкальном инструменте. Ведь даже если вы не умеете играть, ваше бездарное творчество всё равно на короткий промежуток времени отвлечёт внимание друидов и позволит спокойно забрать идол. И даже если вдруг вас спалят и поймают, у вас будет шанс отбрехаться. Но я тут просто ромашки собираю для своих достойных, и никаких идолов не крал. Идол этот, находясь в вашем инвентаре, даёт вам и ближайшим дружеским персонажам бонусный баф благословения Сильвануса, дающий умения в навыках природы и дрессировки. Весьма полезная вещица, учитывая, что она не занимает слот экипировки персонажа, да и действует массово. Конечно, понимая неплохие плюхи от идола, можно оставить его себе и забить на квест, мол, но я советую поступить тоньше. Идём к маленькой предпринимательнице и с гордостью в ручьями идола. Она же взамен даст нам прямо-таки отличное колечко защиты, повышающие на единицу класс брони и все испытания. Достойная награда. Но это ещё не всё. Мы же сумели спереть идол из-под носа у целой свора друидов. Неужели нам не повторить этого здесь? Даже не представляю, на что надеялось, мол, вручая нам такую награду. Ведь могла же догадаться козявка, что мы свистим идола и у неё. Уж слишком он нам приглянулся. Сказано, сделано. Выбираем момент и возвращаем идола себе, тем самым оставаясь в отличном плюсе в виде завершённого квеста, кольца, да ещё и идола. А малышку мол, мы ещё встретим во вратах Балдура. Вот так вот. Бро, ты подписаться забыл.